Формула. Ольга, в конце занятия, если вы дадите мне слайд-шоу, я пришлю. Либо, как вариант, я вам дам ссылку на скачку. Значит, смотрите. Прогноз на очередной период, на период t плюс 1, равен реальному значению предыдущего периода, умноженному на коэффициент альфа. Плюс прогноз на предыдущий период, но с коэффициентом единицы мусака. Ну и по накоплению вы понимаете, что все данные за все предыдущие периоды, они будут участвовать в прогнозе, но с убывающим значимым. Что у нас, как у нас это будет выглядеть здесь? Ну, во-первых, давайте сразу с вами скажем про альфу. Альфа у нас будет равно 0,3. Ну, обычно вот где-то в диапазоне 0,1, 0,3. Вот так. Вот это вот показатель берут. Но его можно и подобрать. И, кстати говоря, мы с вами это сегодня сделаем. Значит, каким образом будет строиться прогноз? Ну, предположим, что прогноз на январь 2008 года у нас будет равен реальному значению. Мы угадали на 100%. Прогноз на февраль мы строим по формуле. То есть у нас, давайте я сделаю покрупнее, у нас прогноз февраля будет равен коэффициенту альфа. Обратите внимание, что я его возьму с абсолютной адресацией, чтобы он при растягивании формулы у меня не поплыл. Умноженную на реальное значение этого периода плюс единица минус альфа, опять с абсолютом, умноженной на прогноз. Собственно, все. Результат вполне очевиден. Но посмотрим, что будет дальше. Я растягиваю формулу до конца 2009 года. И у меня получился вот такой вот прогнозный ряд. Начинаем считать ошибку. Напомню вам еще раз формулу. Реальное значение минус прогноз в квадрате суммируем среди. Минус прогноз в квадрате. Ну вот примерно так получилось. 272,788. 272,788 чего? А ничего. Значит, само по себе вот это значение нам не говорит ни о чем. Оно может быть использовано каким образом? Мы можем его сравнить с аналогичным значением для другого метода. И вот сравнение как раз даст нам ответ на вопрос, что лучше, а что хуже. И второе. Мы можем с вами использовать это значение для подгонки коэффициента альфа. Вообще говоря, классически делали что? Создавали таблицу. То есть считали результат для такого значения альфа, такого значения альфа, такого значения альфа. Ну понятно, что в Excel это все можно убыстрить и оптимировать. На самом деле смысл альфа состоит в чем? Альфа определяет для нас значимость последних данных. Если мы альфа будем увеличивать и добьем его до единицы, то у нас, по сути дела, будет так называемый наивный прогноз. То есть мы будем как бы предполагать, что прогноз на очередной период будет равен значению предыдущего периода. Если мы его сделаем очень маленьким, у нас будет, по сути дела, метод долгосрочных средств. Вот. Ну и давайте мы попробуем с вами вот этот вот 0.3 подогнать, сделать его таким, чтобы у нас вот это вот значение регулировалось. Для этого мы с вами можем использовать надстройку, которая присутствует в Excel. Значит, я не уверен, что она у нас активирована. Похоже, нет. Поэтому давайте мы ее активируем. Можете себе пометить, как это делается. Значит, файл. Параметры. Надстройки. И вот здесь у нас есть внизу управление надстройки Excel. Перейти. Нас будет интересовать два пункта. Пакет анализа и поиск решений. Ну, давайте поиск решений, а потом включим. То есть в английской версии там будет сойвер написан. И у нас появилась на закладке данных кнопка поиск решений. Что это за кнопка? С помощью этой кнопки мы можем дать Excel задание оптимизировать целевую функцию. То есть, грубо говоря, мы можем сказать, что вот в этой вот ячейке надо установить значение конкретное или максимальное или минимальное. Нас будет интересовать меня. При этом мы с вами разрешаем изменять вот это вот ячейке. То, что находится в этой ячейке. Excel будет, манипулируя этой ячейкой, стараться минимировать вот эту ячейку. При этом, естественно, у нас должно быть неотрисательное значение. Вот, но и, возможно, задание каких-то других ограничений. Ну, мы пока с вами ничего задавать не будем. Вот. Давайте попробуем найти решение. Так. Окей. Ну, и, как вы видите, нам удалось немножко уменьшить это самое МСЛ. Оно на самом деле совершенно не оптимальное. Тот метод, который мы с вами используем, он не самый лучший. Сейчас я тоже объясню, почему. Но обратите внимание, что Excel нам предложил этот метод, это значение альфа меньше. Excel предложил нам сделать его поменьше. То есть он как бы стремится уйти к методу долгосрочной среды. Почему так не стоит? На самом деле вы это поймете в том случае, если посмотрите график. Я сейчас построю график за два месяца, за два года. Если вам приходилось работать с данными, вы, наверное, уже по виду графика двухлетнего можете предположить, что у нас есть какая-то цикличность. Метод простого экспоненциального сглаживания для цикличной модели не очень подходит. На самом деле вот этот метод экспоненциального сглаживания, обычного экспоненциального сглаживания, он хорошо подходит для ряда стабильного, для ряда со случайными изменениями, для слабо выраженного тренда. Вот в этом случае он работает достаточно приемлемо. Для выраженного трендового ряда и для цикличного ряда у нас есть модификации с кондициального сглаживания. Значит, я вам время пока есть, поэтому я вам покажу, что я имею в виду. Помимо вот этого базового метода экспоненциального сглаживания. У нас еще есть метод Хольта и метод Винтерса. Метод Хольта предназначен для использования стрендовой модели, а метод Винтерса для использования стикличной модели. Но, к сожалению, метод Винтерса, он, хотя мы его делаем на занятиях, он обладает одним очень неприятным связь. Он очень долго обучается. То есть вот эти вот все значения, они должны иметь определенный период разгона для того, чтобы прописаться правильно. К сожалению, у нас, как правило, времени для того, чтобы делать этот разгон, нет. У нас меняется рынок достаточно быстро. Вот, поэтому, ну, только если вы будете какой-то очень короткий период анализировать, ну, тогда получится. Ну, а метод Хольт, давайте посмотрим. В принципе, суть метода состоит в чем? Прогноз на очередной период будет составляться из двух компонентов. Компоненты L и компоненты T. Каждый из этих компонентов сглаживается независимо друг от друга. Поэтому у нас есть два коэффициента сглаживания. Коэффициент альфа и коэффициент P. Почему здесь P? Ну, у нас P будет один. Дело в том, что трендовая модель, она предполагает, что вот за счет умножения T на P мы можем делать прогноз на один шаг вперед на два шага, на три шага, на четыре шага вперед. Ну, мы будем делать только на один, поэтому P у нас везде будет единичка. Итак. Побольше. Метод Хольта. нам потребуется альфа, потребуется бета, потребуется L и потребуется T. Альфа и бета мы приравниваем 0,3. Значит, опять-таки для подгонки, либо используем указанную надстройку, либо мы можем по старинке делать табличку для различных значений альфа и бета. Такое у нас получится. Ну что, давайте. Значит, L у нас на первый период будет равен реальному значению. Прогноз на первый период тоже. А T равен 0. Трендов изначально нет. Прогноз на очередной период у нас строится по формуле L предыдущего периода после предыдущего периода. Ну, в общем, получается... Давайте побольше не делаем. Получается все то же самое. А вот теперь самое интересное – сглаживание. L мы сглаживаем каким образом? L будет равно реальному коэффициенту альфа, умноженному на реальное значение текущего периода, плюс единица минус альфа. умноженному на разницу между предыдущим L и предыдущим D. Ну, а T у нас считается как β, умноженную на разницу между текущим и предыдущим L, плюс единица минус β, умноженной на предыдущие значения текущего периода. Все. Ну, и можем сравнить с тем, что у нас в предыдущем методе получилось. Результат равна… Ну, незначительно на самом деле, но чуть-чуть похуже. Ну и мы с вами можем, ну давайте я попробую вот это тоже субтимизировать как-то, но я думаю, что здесь у нас получится так на так. Значит, изменяя ячейки. Ну, чуть-чуть она это дело улучшила, хотя... А что же она сделала-то? Ну, она здесь пытается тренд ловить очень активно, насколько я вижу. Ну и на самом деле, мы можем сделать еще что? Сравнить реальную прогнозную кривую для того, чтобы понять, что, собственно говоря, пытается делать программа. Значит, обычное экспоненциальное сглаживание, ну, как нетрудно догадаться, она пытается просто приблизиться к некой трендовой линии, к некому середине графика. Здесь для этого прогноза... Она чуть-чуть подерганнее. Почему? Она пытается отловить начинающийся тренд. Ну, собственно говоря, из-за этого здесь какие-то ухудшения мы и наблюдали. Ну, вот, в общем-то, наверное, все. Ну, она не столько отлавливается, сколько ее заносит чуть-чуть. Вот именно за счет того, что идет дергание на попытку отловить тренд. Еще раз повторяю, здесь, в общем-то, вот эта вот кривая, которую мы пытались спрогнозировать, она дает... Прогноз дает хорошие результаты в том случае, если используются соответствующие методы для разложения временного ряда. Вот там будет такая основа. Так, ну что, что хотел показать, вопросы давайте. Какие возникают? А в тренде как рассчитываются? А? В тренде как рассчитываются эти модели? Здесь, в этой модели? Тренд в этой модели отламывается и усредняется. То есть мы отталкиваемся от нуля, а дальше программа, вот эту вот трендовую компоненту аддитивную, вот здесь и пытается просчитать. Вы можете заметить, что она вот из-за того, что у нас идет цикл, смотрите, да, она вот как раз и пытается то уйти в минус, то снова уйти в плюс. То есть она вот этого тренда не видит, она здесь судорожно пытается его защитить. Отсюда вот эти вот и дергать в ту и другую сторону. То есть по идее, если у нас идет... Так, раз-раз. Значит, по идее, если у нас трендовое значение идет, то здесь у нас будет некая такая постепенно сглаживание вот этого вот значения, параметра T. будет постепенно сглаживание этого параметра и выход его на какого-то постоянного увеличивания. Но для трендовое значения. Вопрос такой. Скажите, то число значений, которое у нас получается при использовании... Получается, что в идеале у нас задачи, чем ближе она к нему, тем более оптимальны те показатели, которые в нашем 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 нашем. nursery Witcher 2. И почему я писал так? Вопрос помимо lâmp company. А где это убедиться наоборот. Если убедиться в том, тоsellюсь, то объективно отключилось. Ольга Втором, за письмом躺emed ребят, мне это не работает. И это 되게 значение когда мы учились выгодствуете на игрушку и не слишком. Размер х 절�م. Зачем вокруг и противений это самое смте. Человек, а crusher мне работает. А есть какие-то качества, например механизма того, 250 тысяч моноток Goddess? Мы, исходя из этого, из того, что выберем, можем покалибренно сделать. Процессуальная разница между 0 км крайне не большая. Все. Никакого реального смысла, какой-то значения в общем-то нет. А что у вас память на компьютере? Понятие? Просто. Нет, гигабайт, конечно. Не имею какого-то. Тут как бы особых-то серьезных задач нет у нас. Да. Да. Ну там, вот там, вот там про пункты можно посмотреть, там. Ну, это так. Сколько он кушает? Сколько он кушает? Сколько он кушает? Ну, чтобы файл, наверное, был меньше, знаете? Ну, она хочет, тогда. Все. Она у вас скорее всего есть. Какой-то. Кушает все. Нет. Просто, когда ты работаешь со мной, в какой-то данный, когда я не могу. Внимание! Тут дело какое. Вот то, что я вам показывал, это ручную работу. Это не значит, что вы ее должны делать постоянно и для всего вашего перечня. Так обычно не делают, но у вас так не хватит времени ни на что. То есть можно найти какие-то контрольные товары. То есть я периодически, когда занимался, занимался прогнозированием. Из ассортимента там где-то 3-4 тысячи можно выделить там 5-6 каких-то чистых появлений. На которых особо там ничего не влияло. Это достаточно показательный. Можно так и делать. Бывает ситуация, то есть вы просто на базе вот этих вот товаров, контроля, вы просто проверяете, насколько адекватно у вас строится этот самый прогноз. Да? И какие корректировки вам необходимо ввести в вашем товаре. Естественно, массовые какие-то задачи не решаются. Ну вот, пожалуйста. Вот. Либо можно сделать что? Можно пойти по типу по категорийному принципу. Построить, например, на прогноз. Обладает, как сказать, у меня здесь есть догадач. Например, вывести, как называют, заклазить товар. Скорее достаточно подстроить. Об общих чертах. С какими навыками можно прицепить ваш курс? Да. На этом? Да. Нет. Помимо Excel нужно уметь интерпретировать. То есть ты понимаешь, что это человек планирует. Уже здесь не отваряется. Уже не отваряется. Уже не отваряется. Ну а как вы там планировали цифры? Ну а скажем так, то есть человек в инверситектурном образовании Уже пойдет чуть-чуть, чем-чуть, 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 не может нормальный, правильно? То есть в здоровье. Да. Я искалуюсь с того, что вы на курс приходите на какую-то практическую цель. Да. У нас все-таки обучение, поздавание. Наверное, вы знаете, какой-то проблематикой вырос в этом году в СССР. Для каких целей данный курс может быть, скажем так, я, например, могла бы сталкиваться, но, возможно, в курсе по статичности, для чего не надо, может быть, не годится. Мне для этого надо больше описание. В каких областях это может быть? Прогнозировать? То есть составление этого прогноза и потом сравнение правильности прогноза, когда этот период уже пройдет. И производство, да? Понимаете, в чем дело производство, это немножечко другое. Если вы говорите о том, что идут у вас... Да, простите. Простите, ради бога. Значит, смотрите, мы с вами сейчас говорим о чем? Значит, производство и приемлемость данного подхода для производства. Если речь идет о готовой продукции, ради бога, можно. Но если вы имеете в виду потребность в материалах, сырье, ну а какой тут смысл прогнозировать? В том-то все и дело, что управление товарными запасами на производстве и управление товарными запасами на бытовой компании – это принципиальная разная вещь. И прогнозирование, как таковое, для производства, оно не очень актуально. Там вы можете просто взять и посчитать, там, какая структура товара, сколько вам надо. У вас права на ошибку не будет. Что? Права на ошибку не будет. Потому что отсутствие какой-то мелкой фигни, которую бытовой компанией не заметят, на производстве остановит вам конвейер, условно говоря. Поэтому здесь немножечко другая логика идёт. Ну, смотрите, если разобрать производство, можно, например, спрогнозировать производство, готово проводиться, естественно. И потом, имея производственную калькуляцию, как производственная, как она называется? Структуру товара. Да, структуру товара, да. Где расписывается все материалы для производства этой продукции, работы, какое время, ну, как бы я примерно, да? Да. Да, да. Совершенно верно. Ну, да. Но это уже стандартная задача МРП-1. Вот. Там, понимаете, там не столько много сложностей, сколько много занудностей. Там есть очень много вот такой монотонной работы. И, естественно, она очень хорошо автоматизируется. И практически все программы, которые поддерживают производственный учёт, они умеют это делать. Они умеют раскладывать готовый товар, план производства готового товара, да, конкретно. Полуфабрикатор, материалы. То есть это, да, значит, готовая продукция. Пожалуйста, можно продвинуть. Слушайте ли вебинар, а у вас какие вопросы есть? Подходит ли данный метод прогнозирования продаж в единицах или в деньгах в отеле? А прогнозировать вы чего собираетесь? Продажи, ну, а в принципе, ну, почему нет? Я, может, очень хорошо представляю себе отельную специфику, но, как я понимаю, принцип-то будет тот же самый, количество там гостей или как это называется, количество денег, которые они приносят. Точно так же может быть какая-то цикличность в зависимости от каких-то ваших там действий рекламных кампаний. Может вам добиться какого-то тренда, ещё чего-то. Ну, почему нет? Ну, второй надстройки. Памятливые все, да. Памятливые все. Памятливые все. В этой надстройке, сейчас найдем, есть экспоненциальное сглаживание, как встроенный метод. Только простое. В принципе, вы можете какой-то график, задав вот этот вот фактор, альфа вы указываете здесь, вы можете отталкиваясь от этого графика, что-то построить. Я честно вам скажу, я показываю вот эти надстройщики, как они работают, но я их не люблю по одной простой причине. Тыкать мышкой научиться достаточно легко. И я без особых проблем, покопавшись в Excel, могу вам дать в актив десяток методов, которые вы точно так же методом ТК сможете применять. Но это просто-напросто опасно. Это немножечко другой вопрос. Понимаете, чек дело. Существует такое заблуждение, довольно широко распространенное, что есть какой-то сложный, запутанный метод с анализом, применяя который, вы всегда получаете адекватный результат. И вот надо этот секретный сложный метод как-то узнать, да, вызвать, выучить, и после этого вы будете, значит, замечательно прогнозировать. Это не так. И что самое смешное, практика показывает, что даже самые простые методы, которые широко распространены, ну, то же самое скользящие средние, экспоненциальные влажные, они дают, по сути дела, те же самые результаты, которые дают методы сложных и накрученных. Вот такой парадокс. Но использовать сложные и накрученные методы небезопасно. Почему? Потому что вы с этими прогнозами, которые вы получите, сложными и накрученные методами, вы пойдете к руководству. Будете долго руководству убеждать, что эти методы правильны. И в зависимости от того, поверит вам руководство или нет, соответственно, оно будет пользоваться этим методом или нет. И вот когда вы не в состоянии объяснить, как вы пришли вот к этим самым значениям, это на самом деле очень плохо. Ваш прогноз не верят, его не используют. Вы работаете впустую. Да, в моей практике была ситуация, когда я, собственно, у компании сказал, уйди дурак, не знаешь, как делать, я сделаю. Вот, но я бы не рекомендовал вам такой подход, скажем так, у вашей текущей кореи. Тем более, что, когда я это делал, у меня было и имя, и опыт, и определенный бэкграунд. То есть это действительно та ситуация, когда вы замолчали и ушли. Но обычно все это приходится убеждать. И здесь вот это вот понимание, что за что цепляется, и как вы к этому пришли, оно очень важно. Зачастую оно более важно, чем какое-то незначительное уточнение. У меня была ситуация, ко мне человек пришел на этот курс, ну, он его прошел, потом пришел на другой курс, по складу, по-моему. Ну, я его, естественно, спросил, как пытался ли он использовать те методы, которые я показывал, он мне сказал следующее. Да, я попытался их использовать, я построил прогноз, руководство на него посмотрело, пересмотрело, перечеркнуло, сказал, что все будет не так. В результате получилось все так, как я просчитал, теперь руководство меня очень не любит. Вот. Ну, к сожалению, от этого никуда не деться. Надо, помимо того, что надо уметь построить прогноз, надо уметь еще убедить, что он адекватен. И понимать, какие пределы адекватности у него прогноза. Насколько он целит. Но иметь и смысл его использует. Не имеет. Подыскать другие методы. Ну, вот. Ну, как-то так. При прогнозировании, как заложить такие параметры, как увеличение производства, то есть, ну, скажем так, перебрендировка. То есть, один и тот же товар, но по сути, продает в своем бренде, соответственно, либо в момент спрогнозирования на прошлый год, но по факту мы в середине года что-то сделали в маркетинге. Здесь у продажи возросли. То есть, как это вот такие внешние факторы, которые могут влиять на спрос, как изложить прогноз? Мы это тоже разбираем. На самом деле, что тут можно сделать? Вам нужно накапливать статистику о том, какой эффект оказывают такие акции. Это раз. Да? В соответствии с этим вы сможете какие-то кастерки использовать. Ну, и второй момент. вы должны вовремя об этих акциях узнавать. А вот это вот уже задача сложилась. Вообще говоря, любые акции, они оказывают действие трояка. То есть, они могут привести к тому, что у вас действительно расширяется спрос, может привести это к тому, что спрос расширяется на время акции, и, наконец, существует еще ситуация замещающего спроса, когда проведение акции просто из будущих периодов оттягивает спрос на текущий. Ну, то есть, скажем, если вы адитируете людей покупать в холодильнике, они могут какой-то холодильник купить раньше, но это значит, что они его не купят потом. То есть, вы просто сдвинули спрос. Существуют ситуации, когда спрос ограничен какими-то естественными факторами, например, размером кухни. Елена, нет, презентацию, к сожалению, нет. Она более широкая, это часть всего курса. Приходите на курс, там не только эта презентация будет, там будет методичка, там все будет. и вопрос, то есть, получается, на данный момент этот принадежный предполагает примерно те же мощности, то есть, то есть, вот. Первый метод предполагает стабильную ситуацию, которая, ну, может только периодически долбаться какими-то случайными факторами. второй метод предполагает, что у вас есть более или менее стабильный рост и инфраструктуру. Но, опять-таки, тут возможно когда-то быстрее, когда-то меньше растет. Метод старается у вас выйти на какую-то среднюю величину. Курс называется аналитические методы бизнес-логистики. или просто управление запасным, можно сказать, вам, менеджеры вас поймут. Так, ну, что, еще вопросы есть? Не заштабьтесь. Вместе приходите. Значит, курс у нас доступен, кто на вебинаре, курс у нас доступен в удаленном резине, то есть вы можете через вебинар подключаться, участвовать, это как кому интереснее. Вот, кроме того, по скидкам это не ко мне, вот, этого менеджера спрашиваете, но я вам подскажу, что обычно у нас скидки бывают, если вы записываетесь вот непосредственно перед самим курсом, то есть вот ближе к его началу, там, как правило, людей стараются подстимулировать к участию в курсе, чтобы был народ побольше, и вот там они дополнительно скидку дают. Вот, ну и еще один вариант, это просто проще попасть, это чаще проходит, у нас есть так называемое открытое обучение, это значит, что вам просто дают доступ к записям точного курса, вы там слушаете, задания выполняете, но при этом преподаватель, то есть я в непосредственной доступности какие-то вопросы всегда можно задать, что-то обсудить, вот. Так, все, спасибо за внимание, приходите.